Мы говорим о санкциях. Подождите, в отношении так называемых стран-нарушителей, так были санкции, их отключали от свифта. Вот представьте себе, что если все-таки мы смогли бы добиться, а мы имеем такую возможность, чтобы российские банки не имели права открывать счета в Америке. Казалось бы, немного. Но это значит, что если не откроют счета в Америке, русские банки никогда не смогут работать в долларах. Значит, в России исчезает доллар. Исчезнуть доллар в России – это финансовый коллапс. Как простая вещь. Соответственно, наша задача на сегодняшний день показать всему мировому сообществу, что мы боремся не за себя, мы боремся за них, за их ценности. За их ценности и сегодня крымская татара находится в Крыму. И используя понятные и жесткие механизмы, в том числе, которые являются основной позицией Народного фронта, я уверен, что мы до этого трибунала не дойдем. Я уверен, что в ближайшее время Российская Федерация, особенно с учетом сегодня Трампа, который избрали, может вообще выйти из Крыма, из Донецка и Луганска. Трамп за сегодняшний день, чтобы стать действительно настоящим президентом Соединенных Штатов, должен объединить общество, которое он расколол. Мы не забываем, что действительно это реально разные взгляды. И для того, чтобы объединить, ему нужно сделать что-то такое в мире, что и те, и другие скажут, действительно герой. И из реально возможных вариантов, это договориться с Россией, чтобы они вышли из Донецка и Луганска, чтобы вышли из Крыма, и это действительно даст серьезнейшие баллы президенту США. Я думаю, что наша задача ставить этот вопрос на первую повестку дня. Для этого, например, завтра я закончу, прибывает сюда глава парламента Израиля. А мы знаем, что Трамп говорил о том, что он произраильский такой в своей политике. Значит, мы должны использовать свои отношения с тем же самым Израилем, для того, чтобы они показали, что Россия это небезопасный партнер. А для Израиля, например, они вот сейчас, я сегодня встречался с послом, он говорит, вы знаете, мы с вами есть много что общего, потому что у нас один и тот же сосед. Сегодня на границе Израиля находится огромная военная база Российской Федерации, базирование Российской Федерации со всей армией. И не дай бог, кто-то завтра проснется, так же, как один день проснулся по Крыму, и скажет, вы знаете что, а вообще, сколько русскоязычных людей в Израиле, будем их защищать. Поэтому в данном случае мы должны стать геополитическим лидером, используя все возможные санкции на международном и национальном уровне. И я уверен, что мы сможем добиться более эффективного результата, чем международное уголовное производство. Продолжение следует...